Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 августа и я рассказываю о крупноплодных томатах, которые можно вырастить в теплице и которые можно вырастить в открытом грунте. Потому что я сейчас у меня очень много спеет томатов, начали зреть массово крупные. Я вот рассказывала про абаканские розовые, вот такие вот крупные плоды. Они идеальный вариант для теплиц, потому что они индетерминатные. Я рассказывала про золотые купола, которые вот такой огромный плод может вызреть даже в открытом грунте. Это сибирский сорт, уникальный, очень вкусный, сладкий. И, конечно же, если я уже начинаю говорить о сибирских сортах крупноплодных, как же здесь без тяжеловеса Сибири? Конечно, тяжеловес Сибири, многие его уже выращивали, многим он нравится. А вот он, тяжеловес Сибири, тоже вызрел на улице. Ой, тоже он у меня есть в теплице, и вызрел уже, и на улице. Вот этот вот из теплицы я взяла, но на улице растет прекрасно. Этот сорт очень удобен тем, ну, у кого, например, нет теплицы. Вот у меня в теплице, я его и позиционирую как тепличный сорт, но и как уличный. Он ранний, крупноплодный. Вообще, он предназначен для открытого грунта, и его выводили для открытого грунта, чтобы в открытом грунте вот эти крупные плоды успевали вызревать. Он низкорослый, 40-60 см. Он крупноплодный, масса может быть до килограмма. Ну, вот этот, наверное, грамм 300, не больше, но может быть и до килограмма. Плоды розовые, сердцевидные, красивые, вкусные. Производитель пишет, что можно выращивать без посынкования. Но я все-таки умеренное посынкование применяю, потому что без посынкования все знают, что плоды мельчают. Чтобы получить вот такие вот хорошие, добрые, такие тяжелые, крупные плоды, нужно немножко все-таки убирать лишнее, потому что будет очень много. Конечно, он подходит и для салатов, и для засолки. Вот у меня, я почему сажу половину в открытом грунте, а половину в теплице, потому что у нас в прошлом году град повыбивал половину в открытом грунте, и у меня не осталось даже семян, все сгнили некоторые сорта, и теперь я для подстраховки, для сохранения семенного фонда сажу половину в теплице, половину в открытом грунте. Но еще раз говорю, что вот этот крупный вкусный томат может вызреть и в открытом грунте. Он, кстати, похож, вот они похожи, вот ботяня, вот любимый праздник, розовый мед, абаканский розовый, вы видите, что они все немного однотипные, сейчас еще пудовика принесу. Вот пудовик, они все вот такие сахаристые у них, мякоть, очень много вот этого мяса томатного, очень хорошие, очень вкусные. Но если пудовик, он вырастает, ой, если ботяня, он вырастает до 2 метров, и с ним немножко сложнее справиться, чем с пудовиком и с тяжеловесом в Сибири, то вот тяжеловес в Сибири 40-60 сантиметров, идеальный вариант, если вы не хотите мучиться с высокими, с такими вот сортами. Вот тяжеловес в Сибири, тоже сердцевидный, розовый, прекрасный сорт. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, рассказываю о крупноплодных сортах, которые вызревают в Сибири, и в теплице, и в открытом грунте.